Коридоры Харьковской областной детской клинической больницы пусте. Здесь не работает ни одно отделение, ни врачей, ни посетителей. Остались лишь охрана и несколько сотрудников. Две недели назад в Харьковскую областную детскую клиническую больницу поступило двое детей 6 и 15 лет с диагнозом корь. В это же время вирусом заразились две медсестры, которые контактировали с заболевшими детьми. После симптомы заболевания обнаружили еще у шестерых детей и одного взрослого. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции больницу закрыли на карантин до 10 мая. Заместитель главврача по медчастью Елена Пушкай рассказывает, больной корью является эпидемиологически опасным еще за шесть дней до появления первых признаков заболевания. Ходит здоровый человек, но при этом внешне здоровый, но при этом клинических признаков того, что он заболел, нет. Поэтому он чисто теоретически считается здоровым. А на самом деле он уже в инкубационном периоде этого заболевания. Для детей прививки бесплатные, для взрослых одна стоит порядка 200 гривен. По информации заместителя председателя обл. администрации Михаила Черняка, около 40 тысяч детей уже были привиты. И еще 40 тысяч вакцин есть в наличии, что позволит оказать помощь в любой момент. Целая проблема не только Харькова, а вообще по стране, это нарушение календаря прививок в целом за последние годы. Что сегодня, как следствие, приводит к тем результатам, которые мы можем получать. Но еще раз говорю, на сегодняшний день ситуация выравнивается. Самое главное, что есть в наличии прививки и вакцина. МОЗ заявляет, что за минувшую неделю количество заболевших кори в Украине резко возросло. Так, было зафиксировано 1070 случаев заболевания кори. Из них 507 взрослых и 563 ребенка. Больше всего случаев за последнее время зафиксировано во Львовской, Киевской, Кировоградской, Волынской и Винницкой областях. Минздраве напоминает, что лекарств от кори нет. И вакцинация – единственный способ избежать этой опасной болезни. Юлия Обойко, Александр Логутин, Медиагруппа «Объектив».